Скоро в школу, конец августа, и пока в образовательных учреждениях нашего городского округа совсем немноголюдно. Но уже совсем скоро начнется горячая пора, причем как для учеников, так и для педагогов, работа которых состоит, как известно, не только из учебного процесса, но и отчетности. А это учебные планы, таблицы, пояснительные записки, перечень велик, причем, как признаются сами педагоги, зачастую приходится дублировать одну и ту же информацию для соболнения разного рода документов. Да, с веком технологий так называемая бумажная работа ушла в прошлое, но задач не убавилось. Приходится проводить часы за компьютером, чтобы уложиться в сроки сдачи отчетностей. Сегодня в преддверии этой панельной дискуссии у меня сегодня был педсовет. И в начале педсовета я коллегам дала по чистому листочку бумаги и попросила написать, какую я отчетность делаю в течение года как классный руководитель и как учитель. Ну вот здесь все собрала и обобщила, и мне хочется сказать, что разногласий-то нет. В принципе, учителя и как классные руководители адекватно оценивают эти отчеты и пометили этими галочками отчеты, которые, в принципе, дублируют один другой отчет. Вопросы антибюрократических учительских инициатив. Вот тема круглого стола, который прошел в Щелковской гимназии. Стоит отметить, эта тема актуальна не только для нашего муниципалитета. Вопрос поднимается на уровне региона и даже страны. Онлайн-опрос в парламентской газете, это было опубликовано. 94% педагогов России высказываются за то, чтобы с них была снижена вот эта действительно никому не нужная, не оправдывающая себя та отчетность, которую порой администрация, порой профильные ведомства требуют с наших педагогов. Решение проблемы излишней административной нагрузки обсудили учителя, педагоги дополнительного образования, представители родительских комитетов, директора образовательных учреждений и власти нашего городского округа. Соглашусь абсолютно с вами, что нужно в мир высоких технологий, когда в Московской области мы знаем, сколько тратится денег на информационные технологии, сколько тратится на разработку новых программ, новых платформ и прочих, на которых работает и в частности Министерство образования под патронажем Министерства информационных технологий. Все-таки нужно унифицировать эту систему. Конкретное предложение, мне кажется, наши педагоги, наши коллеги озвучивают. В ходе дискуссии обозначили несколько пунктов, на которые стоит обратить внимание. Это та отчетность, которая, по мнению педагогов, излишняя. По окончании совещания разработали план резолюции. Понятно, когда вникаешь и спрашиваешь, какие есть проблемы, большинство учителей говорит, замучила отчетность. Соберем эти все данные со всей области и думаем, что изменения будут.